Мне 70 лет, и я вырастил эту детскую площадку. Разобраться в ситуации с такой просьбой бейчане обратились к депутату Государственной Думы Александру Прокопьеву. Встреча, несмотря на порывистый ветер, состоялась на месте предполагаемой стройки. Дело едва не дошло до рукопашной. Отойдите, подождите, мы разговариваем, ты надоел уже. Ну-ну-ну, я буду рефери у вас. Эмоции старшего поколения понятны. За десятки лет все привыкли к тому, что пустырь между домами занимает детская площадка. Жители своими силами наводили здесь порядок. Подкрашивали качели и карусели, высаживали деревья. В общем, создавали комфортные условия для своих детей и внуков. И новость о том, что здесь собираются построить фок, некоторых старожилов ошарашила. Все за фок, мы тоже за фок. Мы не против фока, но перенесите. Другого места для фока в микрорайоне «Зеленый клин» не нашли. Некоторые протестующие предлагают построить его за ривьерой. Но это невозможно, поскольку жители Бийска уже проголосовали за то, чтобы там был городской парк. Почему именно? Почему именно на наше место? Почему забираете детскую площадку у нас? Вот эта детская площадка, за которую так болеют жители соседнего дома, до какого возраста она может быть интересна детям? Ну, 7-8, да, покачаться на качельках. А дальше что делать? Либо это будет круглоглотичный комплекс, который позволит детям заниматься постоянно, причем в шаговой доступности от дома. Фок жизненно необходим жителям «Зеленого клина». Здесь нет ни одного спортивного объекта, а детей и подростков около пяти тысяч человек. И вот у города появилась возможность построить муниципальный физкультурно-оздоровительный комплекс в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт. Норма жизни». Уже известно, он войдет в структуру городских спортивных школ. Это крытое спортивное учреждение, которое предполагает спортивные залы с трибунами порядка 150-200. Посадочных мест. Тренажерный зал. Зал для занятий художественной гимнастикой. Помимо основного здания ФОКа, благоустроят территорию вокруг него. Установят уличные тренажеры. Появится современная и безопасная детская площадка. Кроме того, здесь будет зеленая зона для отдыха. У меня шесть внуков здесь проживают. Я вожу внуков на спортивное единоборство в центр, когда вот в доступной близости возможность. У меня ребенок уже, у нас второй юношеский разряд по художественной гимнастике. Мы, соответственно, с Советской ездим на двух автобусах после школы. Нам, для нас это очень неудобно. За ФОК, конечно, конечно. Мы мечтаем только об этом. Я вырастила своего сына, мы живем на Зеленом Клину. Куда-то возила его, на АБ, за реку. Но это такие проблемы. Это и временные затраты, и денежные затраты. У нас дети все в ревьере, на первом этаже. Здесь можно заниматься спортом. Я вообще не могу понять, какие проблемы. Основная проблема, видимо, заключается в том, что у жителей нет полной информации о том, что именно будет на месте детской площадки. И от этого возникает недоверие. В ходе жарких дебатов участники встречи все же услышали друг друга. Принципиальные вопросы – это сквозные проезды, это парковки. То есть будем совместно с жителями близлежащих домов решать эти вопросы, так, чтобы и их пожелания были учтены. И все-таки в микрорайоне Зеленый Клин появился новый современный спортивный объект, который, безусловно, будет востребован. И сейчас, когда до начала самой стройки еще несколько лет, нужно наладить диалог, без эмоций обсудить все детали, найти компромисс по спорным вопросам и строго следовать договоренностям. Об этом в ходе встречи говорил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Что мы на этом этапе решили? Во-первых, запросить еще раз мнение экспертов по привязке именно к этой территории, этого спортивного объекта. И создать, так скажем, информационный обменник в мессенджере, в WhatsApp, для того, чтобы постоянно обмениваться информацией, для того, чтобы отслеживать ситуацию и в реальном времени принимать те решения, которые дадут возможность построить и спортивный объект. И чтобы это устраивало с точки зрения той придомовой территории, тех детских площадок, которые сегодня здесь находятся, чтобы для всех это было комфортно и эффективно. Тем временем жаркие дебаты о предстоящей спортивной стройке, как и штормовой ветер, немного утихли. Диалог состоялся, хотя до окончательного решения еще далеко. Евгений Плохотин, Иван Зяблецкий, Алексей Фризин. День с толком.